Прямо сейчас мы находимся на острове Самуи и просто в восторге от этой курортной зоны. Друзья, мы рады вас приветствовать на нашем канале. На связи Ренат и Лилия Хамедулины и наш клуб путешественников Странотека. Отель, с которым мы вас познакомим сегодня, состоит из вилл. Но там тоже есть небольшая часть двухэтажных домиков. Отель, кстати, называется Сало Самой, и мы его однозначно рекомендуем. Ребята, я вас приглашаю в нашу виллу, она просто офигенская. Мы решили заснять пусть в поздний час, но лучше покажем ее, потому что мы сегодня собираемся вообще-то здесь спать. И, соответственно, завтра с утра она будет уже в другом состоянии. В любом случае, завтра тоже постараемся показать вам, потому что здесь сейчас вечером все выглядит, наверное, чуть-чуть в других красках. Вижу, что уже заботливо приготовлено полотенце. Нам сказали, что можно неограниченное количество чая, воды и кофе угощаться, дополнительно сообщать просто об этом. Здесь лежат дополнительные подушки, зеркало для удобства наносить макияж здесь. По обе стороны кровати вот такие вот шкафы. У меня здесь тоже видны полочки. Есть сейф, вижу фонарик. Так прикольно, что здесь есть меню спа и вот еще вот такая вот чесалочка, да, если вдруг какому-то гостю захочется почесать себе спинку. Для удобства, наверное, какого-то гостя еще тапчанчик, чтобы можно было посмотреть телевизор. Ну, матрас на самом деле такой вот как раз, такой, который я люблю. Он и не мягкий, и не жесткий. В каждом обзоре мы показываем халаты, тапочки, сумка. Да, это мы уже такие видели тапочки в каком-то тоже высокого уровня отеля. Стильная. Мягкие, качественные халаты. Друзья, приготовьтесь сказать вау. Не можем отойти от этого, от этой, скажем так, красоты, от этого мальдивского стиля. Смотрите, ванна джакузи. Здесь умывальник стоит, позади него туалет. Здесь такой сад, открытое небо, а здесь душевая и также под открытым небом. Атмосфера ванны однозначно как в какой-то экзотической стране. Наша вилла – это маленький мир, в котором все есть. Можно здесь отдыхать, загорать, купаться. И это мы заметили, когда проходили по отелю. Народу вообще не видно. Ну что, у нас начинается отдых. Встретимся завтра утром. Вот так вот выглядит наша вилла в дневном свете. Совсем другие краски. Все в таких приятных светлых тонах. Вилла просторная, большая. Глаз радует вот этот вот бассейн. Очень все красиво, эстетично. Сейчас мы с вами пойдем в часть отеля, которая расположилась недалеко от рецепции. В виде такой вот подковы, наверное, я бы сказала, да, в виде буквы «П». На самом деле там настолько приятная зона. Домики двухэтажные. В каждом домике полчетыре номера. Два номера на первом этаже, они, соответственно, будут идти чуть подороже. Два номера на втором этаже. И вот два номера на втором этаже, они будут идти по самой выгодной базовой цене. Однозначно стоит их рассматривать, потому что в любом случае отдых в этом отеле, он, ну, просто классный. Визуально покажу вам. Вот это одна из зон вилл. Когда мы вчера вечером прогуливались, еще ничего не разобравшись, нам казалось, что это самая привилегированная зона. Оказывается, есть еще более привилегированная, но здесь тоже очень классно и душевно. Вот как раз-таки внимательно посмотрите двухэтажный домик. На первом этаже расположилось два номера. На втором этаже тоже два номера, которые идут по более выгодной цене. Вот они, делюксы. Они компактные, я бы, наверное, сказала, особенно после нашей виллы. Отель советует, чтобы здесь размещалось максимально двое взрослых и один ребенок. Вот такой вот приятный комплимент для гостей. Столько бутылок воды и маленькая кроватка. Это у нас с вами ванная комната, и здесь же рядышком, как вы видите, гардеробная находится. Смотрите, какой душ. Просто произведение искусства. В комнате есть все необходимое. Сейф, вот такой вот шкаф, тапочки, чесалочка, зонты и очень стильная пляжная сумка. Полотенчики для гостей все приготовлены, да, салфеточки, чтобы было не скользко, тоже все постелили. Терраса просто огромная, столько пространства. Самые базовые номера находятся на втором этаже, вот в таком очень красивом пространстве. Знаете, друзья, здесь очень тихо и умиротворено. Мне захотелось снять обувь, потому что газон очень приятный. Отель полный, нет ни одного свободного номера, а вы этого просто не видите и не замечаете. Вот этот отель именно для тишины, уединения, спокойствия. Гости номеров на первом этаже, видите, заходят к себе прямо с своей террасы. Стиль очень красивый. Все эту зону подробно для вас отсняла. Сейчас хочется тоже снять атмосферу спа-центра, атмосферу фитнес-центра. Знаете, здесь же, наверное, по пути, пока буду идти, расскажу вам немножечко про саму зону, потому что мы в восторге. Это однозначно та часть самой, куда мы будем рекомендовать вам приезжать. Почему? Потому что от аэропорта ехать, представляете, всего лишь 15 минут. Это мега комфортно. Далее, вы выходите за территорию отеля, и здесь есть кафешечки, здесь есть ресторанчики, здесь есть магазины. Вот просто пляж, помимо того, что мега хороший вход в море, усыпан он отелями, ресторанами. Прямо наичудеснейшая атмосфера. Вот мы с вами и дошли уже до спа-центра. Он такой маленький, кажется, да, но на самом деле это просто рецепция. Надо мне вам еще показать обязательно, что расположилось поблизости, то есть чтобы вы чувствовали всю эту атмосферу и примеряли на себя. Вот здесь вот как раз-таки вас приветливо встретят. Есть косметика, которую можно, я думаю, приобрести. Один из брендов косметики. Здесь своего рода зона ожидания, зона отдыха, спа украшена вот такими вот статуэтками. Мы проходим с вами в царство релакса и наслаждения. В массажных комнатах сейчас есть гости, поэтому внутрь проходить не будем. Немножечко пройдусь по коридору. Одно могу сказать, что здесь изумительно. Прямо рядом со спа-центром, уже ближе к зоне рецепции, в которой по правую руку расположился вот этот вот фитнес-центр. А на втором этаже с утра проходят занятия йоги для гостей отеля. Тоже вокруг все тихо, спокойно. Зону рецепции покажем вам попозже. Пройдем в этот фитнес-центр, который работает с 7 утра и до 7 вечера. Ну вот и все. Теперь буду двигаться в сторону моря. На пути немножко расскажу про цепь отеля Sala. Это тайская цепь. Это тайский бренд, который говорит о качестве. Здесь на самой два отеля. Вот если этот отель Sala, он в такой вот, знаете, в каком-то тайском стиле, да, то тут более современный. Этому отелю Sala 20 лет, тому, если я правильно запомнила, около 5 лет. Кстати, Sala есть и на Пхукете, в зоне Майкау. А мы живем как раз недалеко от Майкау. Поэтому, я думаю, мы его тоже постараемся посетить. Еще такой важный момент. Детского клуба нет. В отеле всего один ресторан. Но этого достаточно, да, для такого уединенного отеля. Но стоит только выйти за территорию отеля. Пожалуйста, вокруг здесь столько достойных, замечательных резортов, что вам даже, наоборот, мне кажется, будет так интересно пойти пообедать в Мелле или пойти поужинать в каком-то другом отеле. На наши личные консультации мы вам дополнительно эти отели скажем. Те рестораны, которые нам лично понравились самим. Мне, честно говоря, нравится абсолютно все. Стиль, мебель, светлые тона. В целом, остров впечатлил. Нашли замечательный пляж. Но есть нюансы. Нужно брать кораллки. Потому что я вот зашел по пояс и чувствую, там над ней есть кораллы. Они вроде бы не острые, но тем не менее лучше обезопасить. Один большой минус. В нашей вилле не было москитных сеток. Но так как поставили специальные фумигаторы, которые отгоняли этих комаров, ни один комар не пробрался к нам и не побеспокоил нас во время сна. Сейчас еще пойду сниму участок пляжа. Цвет моря прямо очень красивый. Это все для гостей отеля. Вот эти вот зонтики, все злонги. Только посмотрите, какое здесь прекрасное море. Это просто супер. Этот пляж вообще не сравнится ни с одним другим пляжем, которым мы здесь были за последние дни. Как же здесь тихо, спокойно. Вот что значит лично приезжать, лично все тестить, пробовать на вкус. А еще посмотрите, как здесь красиво. Обратите внимание, что пляж такой вот естественной зелени, пальмы, казуарины. Все очень приятно. Еще что лично для меня в этой части самой именно прекрасно, что здесь, знаете, вот вроде бы конкретно здесь в этом отеле чувствуется какая-то уединенность. И в то же самое время ты можешь выйти за территорию отеля. Там много на улице идут вереницы, прям как кафешечки. И на пляже тоже, в том числе вчера мы по побережью с Ренатом ходили, прогуливались. И вот нам было настолько кайфно, вот просто супер. Мы зашли, прогулялись в Мелио. Сегодня посмотрим еще соседний отель, он тоже статусный. Соответственно, во время нашей самой личной консультации у вас будет прям вот, знаете, такая детальная классная информация. По выводам, наверное, тоже пока гуляю по пляжу, немножечко поделюсь своими такими инсайтами. Хотя в течение всего этого обзора старались с Ренатом комментировать. Самый такой жирный минус, который нашел Ренат, это то, что не было москитных сеток. Но у нас в номере не было ни одного комара, потому что вокруг виллы, получается, окуривалось. Стояла какая-то вот эта вот штучка, да. И плюс у нас в номере тоже стоял электрический фумигатор. И тоже было очень комфортно. У нас в отеле Сало довольно-таки длинный пляж. Вот смотрите, вот сюда, начиная, где заканчиваются голубые зонтики. Вот здесь вот идет продолжение. И вот до вот этих вот как раз-таки каяков. Каяки безоплатные, то есть гости отеля могут ими пользоваться. Все остальное в отеле Сало очень достойно, очень классно, респектабельно. Номера, виллы в таком приятном, замечательном состоянии. Хотя отелю 20 лет, но поверьте, это вообще не ощущается. Стиль тайский, цвет воды прекрасный, море хорошее, коралки. Возможно, кому-то из гостей необходимо лучше взять. Я нашла себе замечательный стол. Кстати, там все столы на четырех, на шестерых людей. А мой будет вот этот вот, с таким прекрасным видом на море. Звучит приятно, такая, знаете, мелодичная музыка. Сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что здесь действуют тоже счастливые часы. Один напиток покупаешь, второй в подарок. С часа до трех дня и с пяти до шести вечера. Сейчас абсолютно подробно посмотрим с вами все станции. Здесь у нас лежат фрукты. Это классно, что мухи не подлетят. Здесь лежит вот такая вот корзина приятных фруктов. Здесь йогурты, мюсли, салаты из фруктов. Проходим дальше. Смотрим внимательно на весь ассортимент. Картошка, грибы, шпинат. Что-то с курицей. Зеленая карри. Вот такие вот сыры. Обращаю ваше внимание на сыр с плесенью. Щедро лежит салмон. Ну и еще какие-то копчености. Атмосфера этой зоны вот такая. Посмотрим с вами сухофрукты. Здесь у нас с вами хлопья, мюсли. Разное молоко. Это простое молоко. Это соевое. Здесь у нас уже идут с вами свежевыжатые соки. Даже, что это такое? Неужто? Неужто правда? Вот это да. Даже есть водка на завтрак, если вдруг кому-то надо. Прикольно. Ананасовый сок, апельсиновый сок. И свежевыжатый арбузный сок. Это типа салат бара, да? То есть здесь вот зелень, помидоры, лук кольцами. Здесь уже вижу, что огурец лежит. Это уже у нас с вами готовый салат. Мед в сотах. Джемы, мед, масло. Притом опять обращаю ваше внимание, в Таиланде это нормально. Соленое масло и не соленое масло. Здесь у нас идут уже самые джемники, варенье, да, клубничное, ананасовое, голубико, если правильно, и маракуйя. В этих полочках раскладывалась выпечка. Смотрите, какие приятные круассаны. Здесь уже маффины, еще что-то, да? Здесь наверняка банановый какой-нибудь кекс. И вот такой вот вкусный хлебушек. Еще можно сделать тост. В принципе, все. Шетки стол не такой вот какой-то заваленный. Я видела, что сотрудники постоянно подходят, проверяют наполняемость этих полочек. Оказали, что да, яйца можно дозаказать. Вот такой вот у меня незатейливый выбор на завтрак. Захотелось фруктов. Буду кушать круассан с рыбкой с салмоном, апельсиновый сок и капучино. Мне принесли капучино. Посмотрите, какая красивая подача. Вместе с какой-то печенечкой. Очень-очень приятно. Друзья, пришло время подвести итоги. Нам наш отдых в отеле Сало очень сильно понравился. Разумеется, есть какие-то определенные нюансы. Особенно учитывая то, что мы путешествуем и каждый день переезжаем в новый резорт. Нам есть чем сравнить. Если при заезде в отель Сало нам казалось, что это самый лучший отель, в котором мы побывали, то уже про путешествия в несколько других отелей у нас есть еще другое мнение. На самом деле, знаете, у каждого отеля на самой есть своя какая-то такая изюминка. И вот в нашей личной с вами консультации мы это все подробно обсудим и поймем, какой из отелей подойдет вам лучше всего. Здесь ниже указываю мой WhatsApp для того, чтобы вы могли написать нам напрямую, и мы уже с командой позаботимся о вашем замечательном отдыхе. Важный нюанс – это, конечно же, курортная зона. Курортная зона, где расположился отель, она изумительная. Она настолько, знаете, какая-то классная, что нас в первую очередь привлекла именно курортная зона. В первую очередь вы будете довольны именно от курортной зоны. По питанию, так как всего лишь один ресторан, вы можете, конечно же, весь отдых питаться и в этом ресторане. Но зачем это делать, когда рядом находится много разных интересных отелей? Это «Эмелия» и еще несколько, которых мы поделимся в личной консультации. Друзья, благодарим за то, что досмотрели это видео до конца. И до новых встреч в наших новых путешествиях!